Из хронических заболеваний лень, пожалуй, самое страшное. Ну вот лень человеку сделать загранпаспорт. Отсутствие оного сегодня, кстати, признак дурного тона. Хотя дело-то это не хитрое и очень нужное. Увидите все своими глазами и сделайте свои выводы. И это несложно. Зная, что Пегас Туристик два раза в неделю вас вывезет из Магнитогорска. А, да, кстати, бред про глобальное потепление помните? На улицу взгляните и увидите чисто уральское лето. Из последних 38 лет, ну, 30 оно такое и было. И наша форма одежды летняя, это никак не сандалии и шорты. Так что благодарите Пегаса за то, что он дает вам возможность через 4,5 часа поменять гардероб. Ну вот день второй. Отель из сети Карентина. Текирова Карентина наш любимый отель. Он также любим и Пегасом. Ну, потому что здесь очень-очень хорошо, вкусно и сытно. Что для нас сегодня Пегас Туристик? Ну, для меня лично. Это 80% моих зарубежных командировок. Ну, и поездок туристических. Все остальные туроператоры в момент кризиса как-то подсдулись. Пегас остался. И, конечно, не свойственно, но в такую дыру, как Магнитогорск, он все-таки летает. Поэтому у вас есть сейчас возможность не париться, просто из магнитки вылететь. При этом искать и выискивать низкие цены смысла нет. Есть круглосуточный телефон и, естественно, аффилированные структуры. Ну, фирменные, пегасовские. Так что выбирайте, пожалуйста, езжайте. Куда угодно. Можно сюда съездить. Для работников комбината это недорого. Ну, это одна зарплата, может быть, две. Когда ехать? Да в любое время отпуск можно взять, в принципе. За свой счет в том числе. Про кредиты. Вот в кредит лучше за рубеж ездить. Теперь дельные советы. Как начать путешествие и при этом не париться от большого количества алкоголя, который вы обязательно будете пить. Ну, во-первых, первые два-три дня все-таки необходимо жить не по турецкому времени, а по Магнитогорскому. Потому что, ну, жестко так перепрыгивать и начинать ночные пьянки, это нехорошо. А так, утречком, вот так вот, как я жизнерадостно, без легкой амброзии, без всего, просто, ну, наслаждение. И солнце вышло-то, правду, значит, говорю. Да простят меня другие хорошие турецкие отели, но вот Текерово-Каринтия – это первая и, пожалуй, последняя любовь, которую мы не передадим никогда. И вот характерная особенность. Даже если, ну, что греха таить, мы иногда устраиваем чемпионаты по выпиванию всяких пинаколар, бронксов, сексов он-де-бич, ну, то есть коктейлей. На утро здесь это переносится легче всего. Наверное, потому что Текерово-Каринтия, ну, практически второй наш дом. И еще после сказанного, написанного, выпитого, если вы хотите по-настоящему отдохнуть, ну, что для нас настоящий отдых, то есть без шоппингов, без длительных походов куда-либо, то вот Текерово-Каринтия тоже, пожалуй, самый лучший вариант, потому что она находится на большом удалении от всяческих вот таких вот соблазнов. По моему мнению, достаточно сомнительный. Вот скажите, отели отелями, я этих отелей уже посмотрел, во, выше крыши. Какой рекламник это, наверное, ну, наверное, седьмой, что ли. Вот что надыбали мы с Максимкой. Такое транспортное средство. Это велосипед. Четырехместный, кстати. Клевый девайс. В меру подумать о производстве такого. А то в Магнитогорске на этих проехать сложно. А так вчетвером, во, ништяк. С дисковыми тормозами. Полный привод практически. На комбинат. Да, я на комбинат, вот Максим подсказал. В компании. Жизни будет вон. А деньги, сэкономленные на бензине, вы здесь, в Турции просадите. В отелях All Inclusion, вот Pegas Touristique. Алексей, то ли от волнения, то ли от того, что рад пребыванию в Турции вместе с Pegas Touristique, совершенно забыл вам сказать, что вот этот настоящий американский седан. Ну, смотрите, шесть мест. Ну, мы нашли еще и купе кабриолет, спортивное. И такими фенечками Турция тоже радует. Радует разумным подходом и к энергоносителям тоже. При этом оставаясь одной из самых освещенных ночью стран планеты Земля. Эти вещи, конечно, открываются не сразу, но девятый мой визит и второй Максимов меня обязывают и не только отелями восхищаться. Хотя справедливости заметим, с каждым годом Pegas опробует новые и включает в свой фирменный рекомендованный список только самые лучшие отели. И пока мы не выехали из района Кемера, скажем, это, пожалуй, самое перспективное место для строительства дворцов новых таковым и будет, поскольку до Кумлунши здесь еще километров 50 неосвоенной береговой линии, если не больше. Ну и правды ради-то заметим и посоветуем, так как эти сюжеты в интернете смотрят и представители турецкого министерства туризма. Для полноты ощущений, кроме картинга, который тут уже появился, необходимы только воздушные забавы. Как то, прыжки с парашютом и скайдайвинг, а также полеты на планерах и что-то типа Диснейленда. Потому что все остальное в Турции уже есть. И тогда, перепробовав страны экзотические, вы будете постоянно ездить только сюда.